На Украине газовый бунт. Мэр Киева призвал Порошенко немедленно принять меры в связи со срывом отопительного сезона. Ну а жители Кривого Рога и вовсе штурмом захватили местные котельные. Надоело мерзнуть. Чем все это может обернуться, выяснял Борис Максудов. Нам тепло надо им подраться. Дайте здесь отберуться пятую котельную договориться. Это все весело и хорошо. Если сегодня вечером ляжет система, охренеем все. Начало отопительного сезона. Жители Кривого Рога встретили с огоньком горячие покрышки и десятки людей, штурмующие здания коммунальной службы. Требование одно – дать тепло в дома горожан. В школах и детских садах вынуждены каникулы. Замерзает вся область. А это почти 600 тысяч человек. Там стоят люди, которые мерзнут дома. Мерзнут в доме. Лимит газа. Мерзут в детских садах. В райке начнем получение лимита газа. Газовики оправдываются. Мол, котельные отключены из-за долгов. С этого года компания «Нафтогаз» официально имеет право перекрыть вентиль в любом регионе Украины. Даже когда на улице минусовая температура коммунальной службы задолжали монополисту почти полтора миллиарда долларов. В заложниках оказались миллионы людей. Это не спор хозяйствующих субъектов. Это ситуация, когда государство снимает с себя функцию социальной защиты. То есть когда люди остаются один на один. То есть они остаются заложниками взаимоотношений между «Нафтогаз» Украины и предприятием коммунальной энергетики. Ситуацию в Кривом Роге уже назвали первым и, судя по всему, не последним газовым бунтом на Украине. Жители, не надеясь на государство, буквально берут штурмом котельные. Уговоры Петра Порошенко, который личным примером призывает экономить на газе, не помогают. Страна и так потребляет минимум голубого топлива за всю историю. К сожалению, уже не один год в Украине мы видим такие примеры, когда силовой метод является самым оптимальным для людей. Это частично можно объяснить тем, что государство просто утрачивает часть своего силового авторитета. И, конечно, он может переброситься на другие города. После разрыва контракта с «Газпромом» Украина покупает газ через Европу. Цены соответствующие. С октября жители незалежной платят за кубометр газа, как настоящие европейцы. Одна из причин повышения тарифов – условия МВФ. Правительство таким образом расплачивается за кредиты. Для большинства украинцев это слишком дорогое тепло. Для сравнения, в России газ для потребителей стоит меньше 100 долларов, где-то 70-80 долларов тысячи кубов. Украина, потребители вынуждены платить сегодня больше 300 долларов. И это не последнее повышение. Это в нем было гораздо выше. Я думаю, по 400 долларов тысячи кубов будет стоить для украинцев. Бороться с долгами за газ в Киеве решили в том числе за счет льготников. Правительство уже заявили, что сократят их количество на 10%. Отключение котельных станет и непростым испытанием для изношенных сетей. Без тепла трубы просто не выдержат морозов. А это может закончиться масштабной катастрофой. Борис Максудов, Вести.